Мы начали не потому, что мы были в тусовке художественной или медиа арта, которая существовала уже с начала 90-х, с конца 80-х. Мы просто впервые на электронную личинку попали с Фанксилом в году 99-м, а потом мы познакомились с Димой Котрой, это Димой Федерин, который, собственно, представлял лейбл Нексаунд и потом организовал лейбл Критм, фестивали «Детали звука», «Критм», фестивали. Так все случилось, мы просто с ним дружили, и тогда уже существовал интернет в каком-то виде, нормально. И мы отсматривали, как проходят экспериментальные вещей и обнаружили, что используется огромное количество видео. Дима организовал личный парт, и он сказал, давайте сделать какое-то видео, и мы сделали оффлайновое видео, отписали это на видеокассет или на кассет-показы. Мы тогда как бы отсматривали, смотрели, как они развиваются, и видели, что это все софтверные штуки, но тогда было сложно себе позволить приобрести нормальный компьютер, да, теперь, то есть, выдвинуем достаточно удобно, и недостаточно производительный. Если говорить о ВДЖЕНГе, то мы, конечно, там пионеры ВДЖЕНГа, но мы не самые первые, то есть до нас существует. Из тех видеохудожников, которые занимались ВДЖЕНГом, и это было что-то стоящее, можно упомянуть исключительно только Глеба Качука и Лукаши Меркова. Если говорить строго о медиарт составляющих, в принципе, это как со всеми большими площадными шоу, ничего сильно экспериментального для себя позволить не можно. Какие-то эксперименты по ВИЖЕНГу применялись, но они были не вызывающие отражения, провокации, ну, то есть, просто красивые задники на тему, уголь, портреты, графика какая-то. А еще, типа, если говорить о наших каких-то ощущениях, ну, как творческих единиц, то мы к моменту работы с Театром Грах уже начали больше отходить от фигуратива, то есть, как в принципе, ВДЖЕНГ, он не строился раньше на фигуративе. То есть, это нарезки с фильмом, ну, потому что это самый доступный был как бы источник контента. Вот, и фактически это как бы такие либо сюжетные, либо антисюжетные какие-то там штуки, которые ты, как бы, рядом времени собираешь. После этого мы начали сотрудничать с коллективом Даха Браха. Мы для себя сделали вывод, что существуют некоторые проекты, которым, в принципе, видео не нужно. Даха Браха – это один из проектов, которые, типа, в принципе, существуют без, может существовать или должен существовать без сильной таяющей визуальной поддержки. Ну, потому что там настолько насыщенный эмоциональный посыл и вся эта штука, типа, что, ну, не нужно отвлекать, дополнять, там, в процессе, значит, работы с подобными проектами как раз и набрались опыта по поводу, что уместно, а где, что не уместно. Ну, потому что у тебя в руках инструментарий практически не ограниченный. Вот, то есть ты можешь, типа, и дополнить, и испортить. Мы сделали благодаря Google Fest первый экспериментальный реал-тайм-маппинг, ну, такого тоже в арсенале. Вот такой вот эксперимент. Вместе с ребятами из KeyBass у нас была система, в которой они играли в реальную музыку, да, и эта штука управляла, как бы, видео, типа, на воротах, в арсенале. То есть мы проводили какие-то лекции, там, тому подобные вещи, или джембо. Потом, как бы, проблема стала шире, потому что, типа, интерактив нужен, там, еще что-то нужно, и всем нужно помогать, и театр нужно помогать, и у нас просто не хватало рук. И о каком-то формате школы, курсов мы думали давно, там, будет три уже. Ну, есть возможность это все делать на Ильинской 16, там, где Эфир, типа, Контрапунт, ну, из Коши Потапальска, у Джек Монфаунд, медиахудожник известный. И пригласили еще наших своих друзей, и у нас получился достаточно широкий спектр, как бы, направлений, да, то есть это, там, технологический, там, типа, биджейнг, максимум спи, дизайнер, сам дизайн и хардвейер. Вот если бы, там, человек имел возможность, там, пройти все курсы, да, то хотела бы закрыть для себя полностью весь спектр технологий, которые им необходимы, начать. То есть мы просто провели в эксперименте, там, мы били набор, да, и кого к нам больше придет. Художников к нам пришло праздник. Чувак 500 балетов, чувак финансист, проводитель компании. Художников у нас было два. Поэтому сейчас, после переезда в Пливку, мы будем делать ограниченные группы с обязательными собеседованиями, чтобы мы понимали, что человек, что он именно хочет делать, и какими навыками мы работаем. И тогда мы будем формировать эти группы, чтобы на выходе получались специалисты. Будут они с нами работать, не будут они с нами работать, это уже, типа, дело 10. Но просто, что мы выпускаем чувака, который дальше же сам может учиться. Поэтому мы больше склоняемся к коллаборационной такой штуке, что, ну, как бы, практическая база, да. То есть ты приходишь, у тебя там железо, у тебя стена, там, типа, торговали, пожалуйста. Есть человек, который, типа, тебе поможет. То есть, типа, есть там, воркшопы. Если говорить о какой-то, типа, миссии, да, то единственный вариант работы с художниками, которым это необходимо, может быть только такой, что если мы там вырастим до каких-то объемов финансов, да, мы сможем себе позволить проводить какие-то резиденции. Это единственный вариант. Потому что заходить в художественную академию с инициативой, и это можно. Не вопрос. Здесь вопрос в том, что мы от этого получим. Прибас это все системы, типа, привоз совершенно. Если там у нас будет карт-бланш, например, от какого-нибудь министра образования, что если мы это сделаем, то нам, например, там в году будет там часть технической базы, и мы будем делать так, как мы хотим. Тогда окей.